40 лет назад знаменитый киногерой Андрея Миронова произнес историческую фразу, которую впоследствии на своем горьком опыте повторили сотни тысяч человек. Внимание, цитата. Жениться нужно на сироте. Конец цитаты. Ему очень повезло с тещей. А у нее невозможно было, чтобы не влюбиться. Все делали как-то так, чрезплоченное сообща. Я свою тещу люблю, очень уважаю. Ну, про тещу. Ну, когда хоронят тещу, ну, идет похоронная процессия, и, значит, хоронят тещу. Проходит человек, говорит, кого хоронят? Он говорит, да тещу мою. Он говорит, да, а что, говорит, как умерла? Грибами отравилась, говорит. А почему вся в синяках? То есть не хотела. Ну, к вашей теще. Нет, нет, ну, просто вы просили. Обычно, обычно это анекдот про регулярную тещу, да, про которых 85%, наверное. Моя теща, это, я еще раз говорю, это отдельный экземпляр, это клад. Ну, дайочка, доброе утро. Да, доброе утро. Доброе утро сделано. Сейчас, сейчас, сейчас. Когда из Днепропетровска в Москву приезжает теща, зять счастлив. В доме образцовый порядок. Маленькая моя крошка, а жена, мороженый. То есть зять у вас абсолютно не приверегивает, да? Нет, нет, абсолютно. Герой проекта «Ледниковый период». Знаменитый чемпион и тренер по фигурному катанию Александр Жулин. Его теща Раиса Анатольевна. И жена Татьяна Навка. Спортсменка, красавица. И еще, по версии наиболее объективного рейтинга, самая сексуальная женщина России. Александр Жулин считает себя самым счастливым зятем на свете. Главную причину его идеальных отношений с тещей вы узнаете через 6 минут 13 секунд. Время пошло. Удивительная вещь. Зять полюбил тещу задолго до личного знакомства. Дело вот в чем. Несмотря на то, что Раиса Анатольевна находилась в 8 тысячах километрах от Татьяны, она сумела быстро научить ее вкусно готовить. Вы солили? Да, да, солила, конечно. Они жили на тот момент в Америке, поэтому в другой раз звонит у них ночь у нас. У них день, у меня ночь. Вот она может в 3 часа ночи позвонить. Мама, как готовить то или другое? Я ей обитняю. Каждая женщина на Украине должна уметь готовить борщ. Иначе это не женщина. Лучше украинской женщины нет. Ну и как бы я, когда, конечно, за Татьяной ухаживал, я смотрел на Раису Анатольевну и понимал, как будет Таня выглядеть, когда она будет постарше. И, в общем-то, все было замечательно. Сейчас у них все хорошо, лучше и не надо. Но когда в 93-м году Александр и Татьяна только начинали встречаться, Жулин еще был женат. Раиса Анатольевна, конечно, очень переживала, но, учитесь другие тещи, вела себя деликатно, и поэтому счастье дочери не разрушило. А с зятем они еще познакомятся. Потом. Теща прилетит в Америку, когда все проблемы уже будут позади. Мы разговаривали вечерами за бутылочкой вина, и как-то все очень было тепло и душевно. И, по-моему, у нее обо мне отличные впечатления остались. И я просто Тане сказал, тогда у тебя золотая мама. Ну, я так понимаю, теща, я знаю, что больше трех дней мятешить нельзя перед дятем. Поэтому я, хоть несмотря на то, что я там месяц гостила, но старалась знать свое место. Тактичная, тактичная. Да, тактичная. Но верю неподвластно ей, любовь моя, рукой я твой обеду, сплету своей судьбы узор, и двой к себе навеки притяну я взор, вдаль за тобой пойду. Ну, честно говоря, вот откровенно скажу, когда приезжает вот мама, долго они не видятся с Таней, мама, сестра, вот они сядут на кухню и разговаривают там, допустим, до четырех утра. И причем я вижу это так с душой, ну, я порадуюсь за них там один день, но второй я уже так начинаю, ну, Таня, тут я еще есть как бы. Обратение на внимание. Да, Лапочка, я тебя так люблю. И, ну, мам, ну и чего, что там. Ну, есть. Но это как, знаете, по-моему, Москва слезам не верит. Когда он ей подошел, поцеловал, и она, ну, раз, и ну, и чего там. То же самое и здесь абсолютно. Храня покой, ты уводил меня куда-то за собой, любовь заворажила нас. Ну вот. Слушай, не, в принципе, мне все очень нравится. Единственное, что мне кажется, вот эти вот красивые тун-тун-тун-тун, да, вот эту музыку. Он ее любит, уважает. А чем можно помечтать, имея такого зятья? И поэтому даже порой мне кажется, что-то Саша, Таня Сашу как-то может что-то там неправильно сказать, меня это даже обижает. Вот. И вот я всегда на его стороне. На своей стороне. Если что-то у нас происходит, мелкая какая-то, размолвка с Таней, ну, даже размолвка. Теща всегда на моей стороне. Я думаю, что да. Я думаю, что ему очень повезло с Тещей. Никогда она не вмешивается в наш, если между нами ссора или что-то, да, она никогда не будет ему выговаривать. Даже если она считает, что он неправ, то никогда не будет говорить там, Саша ты. Наоборот, она скажет, так все, все забыли, все, дети, поцелуйтесь, и хватит. Жизнь продолжается. Меня облачен. Извините. Извините. Алло. Да, да, да. Давай я тебе перезвоню, да, у меня сейчас прям съемка вот. Да, да, да. Да. Жена? Ну, типа того. Спасибо, моя дорогая. Что там жена, когда рядом такая мировая теща? Шутка, конечно. Вы счастливая теща? Счастливая. А от чего зависит, как он вас называет? Это от его настроения. А чаще всего как? Мамуль, теща моя золотая. То есть настроение хорошее? Да, да. А вам как больше всего нравится? Как теща моя золотая. Ну, в общем, я свою тещу люблю, очень уважаю и очень благодарен ей за то, что она подарила мне такую дочь, такую жену. Свою дочь подарила мне. Время пришло. Сейчас Навка и Жулин назовут вам главную причину идеальных отношений зятя и тещи. Естественно, какие бы замечательные родители и дети не были, но жить вместе, конечно же, нельзя. Какие бы хорошие бабушки с дедушками не было, но их нужно держать на расстоянии. И, естественно, какая бы моя мама золотая. Она самая лучшая мама на свете, но жить с мамой нельзя. И с тещей тоже. Если жить вместе даже с золотой тещей, и я буду золотым зятем, в любом случае будут какие-то проблемы и конфликты. Ладно, едите работать. Все. Да, работайте. Все, все, ребята, больше не могу. Надо работать. Вот она, главная причина счастливой семейной жизни Александра Жулина. В его доме теща бывает нечасто. наезд